Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события жизни проекта! Очень позитивно и с одобрением восприняли подписчики ведущего телепрограммы Дом 2 Влады Кадони и его решение продать квартиру и купить собственный дом. Однако из откровений самого телеведущего в сети Instagram выяснилось, зачем он это сделал. Хотя Влад Кадони утверждает, что новая хозяйка позволила ему еще год жить в квартире, он завел страницу о ремонте и обустройстве собственного дома и уже собирает подписчиков, желающих узнать, как и у кого можно заказать материалы, бригаду строителей и все, что связано с обустройством жилья. Это при том, что даже дизайн проекта у Влада Кадони для дома его мечты еще нет. Отличная пиар-акция нового аккаунта и рекламных предложений от Влада Кадони не находите? Или это тот самый интернет-проект, о котором ведущий Дома 2 так много грезил и который обещал своим подписчикам? Яна Захарова не хочет возвращаться на Дом 2, находясь на выходных со своими близкими друзьями и отдыхая от разочарования, которые с ней происходят на проекте, она не захотела возвращаться обратно. Несмотря на сильный характер и стойкость ко многим ситуациям, Захарова все равно внутри ранимая девочка, которая хочет заботы и внимания, однако этого она не получает, поэтому ей грустно и одиноко на Доме 2 сейчас. Странно с учетом того, что за ней ухаживает молодой человек, не так ли? Надежде Ермаковой становится страшно от своих мыслей, когда она просыпается утром в шале и видит рядом с собой молодого парня. Девушка призналась, что ее пугает разница в возрасте, то, что у них разные планы на жизнь, давит опыт прошлого. Как мы уже знаем, Надя на проекте дважды влюблялась безответно, плакала в шкафу и не хочет повторения истории, но все же они решили рискнуть. Ермакова готова к короткому счастью с Чистовым и понимает, что отношения могут продлиться недолго. А что думаете вы? Как мы смотримся? Постоянно спрашивает Надя у своих подписчиков. Разве ее лояльная аудитория ответит правду? Зрители Дома 2 пишут в сети, что Даниэль хорошо устроился. Его возят на машине, он живет в шале с иммунитетом от вылета на пятничном голосовании. Он встречается с кастинг-директором, чье мнение имеет в коллективе вес. Ранее участники пытались выгнать Ермакову с проекта, у нее ничего не вышло, зато получилось найти себе партнера для реалити-шоу. Пока что, судя по дневному эфиру, отношения Нади и Даниэля больше похожи на фикцию и повод каждый вечер брать у администраторов графины с виноградными напитками. Осень в этом году у Ермаковой выдалась романтичная и слегка задурманенная, зато зимой будет кому греть ее постель. В минувшие выходные состоялась вечеринка по случаю выхода нового шоу «Звезды в Африке», и судя по сплетням, разлетевшимся по сети, Ольга успела и там выпендриться и опозориться. Так, девушка не стерпела минуты славы экс-солистки группы Тату Лены Катиной и решила взять ситуацию в свои руки. По словам очевидцев, во время пения Катиной пьяная Ольга неожиданно выхватила микрофон у кого-то из присутствующих, чтобы спеть живьем. Вот только голоса певицы на это явно не хватило. Многим стало понятно, что Ольга вряд ли мечтала шикарно спеть, а вот в очередной раз привлечь к себе внимание наверняка да. Видео с пением Бузовой поделилась в сторис Ксения Собчак, при этом Ксюша не удержалась от колкого выпада в адрес экс-ведущей Дома 2. Собчак подколола Ольгу, предложив ей претендовать на место в обновленном составе группы Тату. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Победители конкурса «Сейшельские каникулы» отправились на яхту любви, где проведут неделю в комфортных условиях и смогут насладиться отдыхом в тропическом раю. Участники Дома 2 прилетели на Сейшелы и зрители рассчитывают на этот раз увидеть что-то интересное, а не только пляжи и рестораны. На данный момент на яхте находится Глеб Жемчугов, Настера Инашвили, Анна Мадан и Максим Моргенштерн. Жемчугов уже начал высмеивать своего друга Артура Николаичука, у которого были все шансы попасть на Сейшелы, однако он не стал бороться за поездку и обижался в течение недели на весь коллектив. Артур сам профукал отпуск, потому что заранее не сделал загранпаспорт. Так кто ему виноват? Тем более, что он не готов жениться на Кате Гориной. Поклонники реалити-шоу уже выразили надежду, что в сериях про яхту не будут крутить часами, как Максим и Аня выпивают, загорают на пляже, или Райнашвили, рыдает в каюте, обиженная на Жемчугова. Единственный выход – разнообразить выпуски с яхты «Сейшельская свадьба», что требует финансовых затрат. Как уже были новости на шлоке, Жемчугов за свой счет не собирается устраивать торжество. Удастся ли ему договориться с руководством телешоу или Моргенштерн сыграет сейшельскую свадьбу с Мадан? Фолловеры нередко спрашивают советов Ксении Бородиной, в том числе и по вопросам семейной жизни. Это при том, что сама Ксюша в данный момент находится в разводе, да и в принципе вряд ли тянет на гуру отношений между мужчиной и женщиной в свете всех своих неудач в замужестве. Впрочем, когда речь зашла о любовницах, Бородина сразу нашла, что ответить, как оказалось, Ксюша буквально в бешенстве от того, что такие женщины смеют ей писать, причем некоторые не просто спрашивают совета, но и ждут поддержки и понимания. Сама Бородина подчеркнула, что в ее случае всерьез рассчитывать на такое не стоит. По словам Ксении, девушек и женщин, которые липнут к чужим мужьям, она считает мусором. К слову, Бородина не оправдывает и мужские измены. Вероятно, у ведущей Дома-2 до сих пор свежие раны от загулов Курбана Амарова. Именно такое объяснение расставанию пары гуляет по сети. Алексей Купин шокировал подписчиков, показав ниоткуда объявившуюся родную сестру Еву, которую скрывал 6 лет. Только сейчас выяснилось, что все это время девочка жила в Одессе на попечении бабушки и дедушки, а сам Леша вместе с другими родственниками старательно хранил тайну. В сторис Купин уже ответил на самые главные вопросы, которые так волнуют его фолловеров. И все оказалось не так просто. К примеру, Леша объяснился с подписчиками по поводу своего отцовства. Молодой человек не стал скрывать, что замещает Еве и брата, и отца. Ведь ее собственный от нее отказался. Более того, как раз из-за него девочка столько лет не могла переехать в Москву к брату и сестре. Мужчина банально не давал дочери разрешения на выезд в Россию, из-за чего маме Купина приходилось часто летать на родину. Телепроект Дом-2 видел не одну свадьбу. Все они были разными, романтичными, фейковыми, с побегами жениха или невесты. Но больше всех отличилась Настя Голд и Илья Ябаров. Пожалуй, их торжество было самым скандальным. Об этом вспомнили в социальных сетях, как только выяснилось, что пара празднует ситцевую свадьбу. По такому знаменательному случаю Настя даже стихи выложила и дождалась первого поздравления от Александры Черно. Саша вспомнила с радостью, что она жралась первый раз после рождения ребенка. Такое признание нисколько не смутило Настю, ведь молодой муж на свадьбе был в таком же состоянии. Подписчики также обратили внимание, что Голд приходится работать за двоих, о чем она не раз рассказывала в своем аккаунте. Илью давно заблокировали во всех соцсетях. Припомнили фанаты и побег молодожены Ябарова с Поляны Дома 2 в первую брачную ночь и скандал на шоу Бородина против Бузовой с участием родителей новобрачных. Но, несмотря на все проблемы и скандалы в молодой паре, они продолжают жить вместе. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!